Здравствуйте друзья! В этом видео мы с вами познакомимся с очередной новинкой от компании IT, которая на дату этого видео еще не поступила в свободную продажу. Речь пойдет о Sonoff NS Panel Pro, интерактивной панели управления умным домом. В отличие от первой версии, которая не имеет название слова Pro, новинка не является заменой настенного выключателя с дополнительными опциями. Она напрямую предназначена для управления умными устройствами. Также герой обзора выполняет функции ZigBee шлюза и монитора для видеонаблюдения. Важный момент, прошивка устройства на момент этого видео находится в активной доработке. К примеру, из коробки номер версии был 1.0.0, а после обновления 1.2.6 и изменений я увидел реально много. В меню управления стало вдвое больше пунктов и добавился новый основной экран. Так что это видео будет именно в формате знакомства и надо понимать, что к старту продаж функции может быть еще больше. Модель Sonoff NS Panel Pro. Тип устройства интерактивная панель с ZigBee шлюзом. Интерфейс ZigBee 3.0 Wi-Fi 2.4 ГГц. Процессор 4 ядра Cortex-A35. Оперативная память 2 ГБ DDR3. Внутренняя память 8 ГБ EMMC 5.1. Экран 3.95 дюйма сенсорный 480 на 480 точек. Напряжение питания 100-240 вольт 50-60 Гц. Максимальная потребляемая мощность 5 Ватт. Размер 86 на 86 на 39 с половиной миллиметра. Герой обзора не первое устройство попавшее ко мне до начала продаж и в таком случае бывает, что коробки для него еще не готовы и присылают просто в безликой белой упаковке. Но тут все в порядке, можно увидеть какой дизайн решил использовать производитель. Внутри все продумано в плане дополнительной защиты экрана. Кроме нескольких слоев картона коробки, тут имеется и специальная противоударная вставка. Так что доехало все в полной целости и сохранности. Что нашлось в коробке? Собственно сам герой обзора, краткая инструкция на 12 языках и пара крепежных винтов. На сайте производителя указано, что будет доступен специальный настольный бокс для этого устройства. Я считаю, это будет очень удобно. Внешне от первой версии панели отличить можно по отсутствию двух физических клавиш. Напомню, что NS панель без Pro предназначена как замена 1 или 2 клавишному выключателю. Тут больше сходства с Akara S1, ссылку на ее обзор я тоже оставлю в описании. Сзади имеются только два разъема для подключения питания, выходных линий как и реле тут нет. К питанию гаджет неприхотлив от 100 до 240 вольт. С точки зрения электробезопасности тоже все продумано, доступ к крепежным винтам закрыт съемной крышкой. Фронтальная часть с экраном соединяется с внутренней частью при помощи защелки восьми контактной колодки. Снимать ее нужно для получения доступа к монтажным отверстиям. Задняя часть устройства в принципе помещается в стандартный круглый подрозетник. Но придется решать вопрос с крепежом, так как отверстия рассчитаны на другой формат. А вот в квадратный размером 86 на 86 миллиметров помещается идеально, и крепеж именно там где нужно. Еще один довод для тех кто находится на стадии ремонта, в пользу использования именно таких подрозетников. Пора уже подключить питание и запустить устройство, чтобы познакомиться с ним поближе. Кстати обратите внимание на красную точку сверху в центре, это ИК датчик, он невидим глазу. Очевидно он нужен для автоматического включения экрана при приближении, но в текущей версии прошивки он пока не работает. Устройство поприветствовало меня и предложило начать процесс настройки, для этого нужно нажать на кнопку старт. Первым пунктом идет выбор сети, то есть по идее можно обойтись и без родного приложения Evalink, правда я этот вопрос не исследовал. Выбираем свою сеть и при помощи экранной клавиатуры вводим пароль для подключения. Далее выбор региона, причем на уровне не страны, а города, это нужно для того чтобы корректно работал прогноз погоды. Далее выбор языка интерфейса, как вы успели заметить по умолчанию английский. И вот так выглядел главный экран при первом запуске, напомню что в этот момент тут стояла прошивка 1.0.0. Устройство просит куда-то войти, на самом деле это запуск процесса добавления в Evalink. На экране генерируется QR код, который нужно считать через это приложение. Запускаем приложение, нажимаем внизу кнопку с плюсом, далее выбираем пункт сканировать QR код и даем разрешение на использование камеры и фото. Устройство добавляется в приложение, далее нужно выбрать комнату, местоположение. Готово, панель видна в списке устройств. К знакомству с плагином приступим чуть позже, тем более что тут он еще не обновлен. Осталось выбрать корректную временную зону, так как по умолчанию тут указано время по гринвичу. Его можно поменять в меню настроек, которое вызывается свайпом сверху вниз. Чуть подробнее про это меню также чуть далее в этом обзоре, покажу уже обновленную версию. Но пункт часовой пояс присутствует во всех версиях. Выбираем соответствующий нашему региону часовой пояс, список тут большой, есть все. Кстати для пункта погоды тоже есть возможность выбора региона, причем на уровне города. На этом этапе я собрал материал и начал подготавливать к обзору, но через пару часов обнаружил, что устройство само обновилось. Кстати уведомления о наличии обновлений не было. Списываю это на то, что устройство еще не продается. Но мне пришлось собирать весь материал по второму кругу. Вот так выглядит интерфейс на актуальный в момент съемки обзора версии прошивки 1.2.6. Как по мне немного удобнее, но основные изменения конечно не это. В первую очередь они коснулись меню управления. В начальной версии тут было три пункта, а теперь шесть. Добавились часы, темы и камера. Меню вызывается свайпом сверху вниз. Меню устройство это управление zigbee шлюзом, тут запускается режим сопряжения, это позволяет добавлять датчики, сенсоры, розетки, лампочки и так далее. Вот например датчик движения санов. После обнаружения и подключения можно остановить процесс, либо продолжить добавление других устройств. Датчик открытия, тоже санов. Кстати на официальном сайте указано, что шлюз работает и с другими производителями. Но ни одно из сторонних устройств, что я пробовал, сяоми, акара, туя, так и не подключилось. Пример уведомления от датчика открытия на главном экране. Продолжим знакомиться с меню. Следующий пункт уведомления. Тут пишется журнал изменений, статусов подключенных дочерних устройств и системные уведомления. Меню часы. Тут два пункта. Первый правильно было бы назвать будильник, второй с корректным названием таймеры. Вот будильники, которые назвали часы. Тут задаются однократно или повторяющиеся звуковые сигналы. Таймеры. Тут указывается временной интервал, по истечении которого также запускается звуковой сигнал. Меню темы. По умолчанию тут установлена динамическая, которая будет меняться в зависимости от погоды. Также можно выбрать статическую из числа доступных. Пока их тут не особо много, но думаю, что к моменту выхода увеличится и число предустановленных тем, и, надеюсь, появится возможность установки своих. Не то, чтобы это как-то повлияло на функциональность, но все же возможность кастомизации интерфейса только добавит привлекательности устройству. Меню камер. Вот это самая интересная, на мой взгляд, опция. Нижний пункт предназначен для работы с DIY камерами, в том числе ESP32CAM. Верхний работает с RTSP потоками. У меня имеется несколько камер, которые отдают эти потоки. Конечно же, я не мог не проверить, как они работают. Процесс добавления интуитивно понятный. Задаем произвольное имя камере, так, чтобы понимать, куда она смотрит. Далее указываем адрес потока, включительно с логином и паролем доступа. Кстати, проверить такого адреса можно при помощи VLC плеера. Если проигрывает он, будет показывать и панель. Камера появляется в списке устройств. Тут, кроме подключенных дочерних, есть Wi-Fi реле. Этот список редактируется в приложении, покажу чуть позже. По запуску камеры поток транслируется на экран. Кроме списка устройств, меню камеры после перезагрузки появилось и на главном экране. Вот так это выглядит в режиме реального времени. Подключение к камере происходит по локальной сети. Меню настроек. Тут все более-менее понятно по названиям пунктов. Подробно каждый показывать не буду, тем более, что есть вероятность того, что меню будет видоизменено. Можно сравнить с тем, что я показывал раньше в обзоре, когда менял часовой пояс. Тут количество пунктов также удвоилось. И кто знает, сколько их будет к старту продаж. Перейдем к основным экранам устройства. На момент теста их 4 и они переключаются свайпом по горизонтали. Кроме камер с главного экрана, можно вызвать меню постановки на охрану. Суть работы тут такая же, как у шлюзов Xiaomi, Acara и им подобным, когда по сработке одного из дочерних датчиков срабатывает звуковая сигнализация. Второй экран мы уже видели, это список устройств и камер, которым прописан путь в соответствующем меню. Это окно с сценариями Evalink, уж простите, но тут у меня нет ни одной сцены. И по сравнению с прошивкой 1.0.0, тут появилось окно термостата. Он настраивается в приложении Evalink и требует наличия датчика температуры. Очевидно, это логическая сущность, связка датчика с исполнительным элементом, которым можно управлять с экрана панели. Меню листается плавно и быстро. Но, как я и сказал, в каком виде оно будет на момент начала продаж известно только разработчикам. Я на самом деле хотел снять видео в формате первого знакомства, а получился полноценный обзор. Для полноты картинки несколько слов о плагине в приложении. На главном экране есть 4 пункта устройства, сценарии, шлюзы, термостат. В первом можно указать какие устройства отображать на экране. Причем дочерние, подключенные к шлюзу, будут показаны обязательно, а вот другие можно выбирать. Кстати, камеры тут не отображаются. Второй пункт сцены, который можно создавать в приложении, отображать на экране. В пункте шлюз находится перечень дочерних устройств и настройка режима охраны. Этот режим работает только с устройствами, непосредственно подключенными к этой панели и имеет три режима. Дома, не дома и режим сна, то есть ночной режим. Для каждого из них можно выбирать свои сигнальные сенсоры и звуковые сигналы при их срабатывании. И четвертый пункт термостат. Кстати напомню, этот режим был и в первой версии панели. Только там сама панель управляла термоэлементом. Тут же очевидно этот режим полностью логический. Ему обязательно требуется какой-нибудь датчик температуры. Системное меню. Как видите, тут указана версия прошивки 1.2.6. Изначально было 1.0.0, причем никаких уведомлений об обновлении не было. Устройство самостоятельно решило этот вопрос. Тут же можно определить локацию для панели. В автоматизациях на дату тестирования панель можно было использовать только в действиях автоматизации и только для звуковых сигналов. Мне кажется, будет логичным, если ее добавят и как триггер по срабатыванию режимов сигнализации. В завершении знакомства с героем обзора отвечу и на вопрос, который обязательно возникнет, работает ли в Home Assistant. Да, устройство пробрасывается через интеграцию санов в LAN и отображается, как сенсор класса TimeStamp. В атрибутах можно увидеть версии программного обеспечения. В таком виде от него толку мало. Однако из полезного в Home Assistant пробрасываются все подключенные к шлюзу дочерние устройства. Кстати, события от них прилетают довольно быстро, можно пользоваться. Коротким это знакомство не получилось, хотя я и старался особо не углубляться. Но думаю, что на момент старта продаж, то про что я рассказал останется, а гаджет обзаведется еще какими-то полезными и интересными опциями. Достаточно мощная начинка дает надежду на то, что устройство получит альтернативную прошивку для использования в том же Home Assistant, в том числе как Zigbee координатор и панель для управления умным домом и вывода уведомлений и видеонаблюдения. Кстати, мне больше всего понравилась именно возможность вывода RTSP потока. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Большое спасибо всем спонсорам канала, подписчикам на Patreon и BuyMeCoffee, вы делаете большой вклад в развитие моего канала. В описании под видео вы найдете все необходимые ссылки на устройство, показанное в обзоре, текстовые материалы, а также на ресурсы по тематике умного дома, в частности мой телеграм-канал. Спасибо за просмотр, до новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok